Привет! Это фильм про Лос-Анджелес, где я, повествователь, город, это съемочная площадка, а его жители, Анджелинос, его актеры. Ребята, всем привет! В сегодняшнем выпуске я расскажу про вторую Армению. Город Глендейл, штат Калифорния. Да, друзья, вы все правильно слышали, вторая Армения. И чуть позже в этом выпуске я расскажу, почему так. Погнали! Глендейл расположен примерно в 10 милях к северу от центра Лос-Анджелеса и является одним из лучших мест для жизни в Калифорнии. Название Глендейл – это англизированная версия гельского Глендейл, что означает «долина плодородных низменных пахотных земель». Занимает 10-е место в списке самых здоровых городов Америки. Здесь очень низкий уровень преступности, что является основным фактором в привлечении семей из обширного мегаполиса Лос-Анджелеса. Здесь проживает много молодых специалистов и жители, как правило, либеральны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вот, друзья, типичная американская ячейка общества Свой дом, зеленая лужайка, пар машин и хорошая погода Что еще нужно? Город, я бы заметил, довольно пешеходный Вот я оставил машину буквально в пару блоков сейчас от этого места Это спальный такой район, очень чисто и до даунтауна 15 минут пешком Что по сравнению с Лос-Ангрисом очень практично и удобно А сейчас немного о здешней погоде Глендейл имеет средиземноморский климат, который характеризуется сухим летом И мягкой влажной зимой Летом средняя температура обычно колеблется между 25-33 градусов по Цельсию В зимние месяцы обычно 7-18 градусов тепла А иногда случаются и погодания, опускающие температуру чуть ниже нуля Самыми влажными месяцами обычно являются январь и февраль Я живу в Деляе полчаса по городу Вы представляете, я не видел ни одного окурка Сигаретного, я имею ввиду Представляете, нету И я встретил только одного бездомного человека Что по сравнению с Лос-Анджелесом, конечно, это как будто бы вообще другая страна Также Глендейл имеет очень хорошо налаженную систему общественного транспорта Которая включает автобусы, поезда и услуги по прокату велосипедов Что очень удобно для тех, у кого нет автомобиля Заходя в даунтаун Глендейла Сразу заметно, что вся зелень напрочь пропадает Все бетонное Если повышенная температура, то становится очень жарко В тенечке, в принципе, приятно Глендейл, штат Калифорния, изначально был заселен народом Тонгва Индейским племенем до прибытия испанских исследователей в 18 веке Позже, в начале 19 века, этот район был заселен мексиканскими владельцами ранчо В 1884 году группа жителей Среднего Запада во главе с Уитли Купила землю в этом районе с намерением создать новый город Они назвали город Глендейл в честь небольшого городка Глендейл, штат Огайо Город был официально зарегистрирован в 1906 году Сейчас я дошел до самой старой части города До его начала Здесь уже видны старые постройки, старые такие церкви Очень красиво Да, старая часть города, безусловно, не то место, где можно потусить, погулять и провести как-то веселое время Потому что это преимущественно спальные районы и старые церкви Но здесь есть холм или холмы, которые выглядят очень необычно, очень интересно На них стоят дома Единственное, что меня здесь напрягает, это постоянный ветер и очень долгие светофоры То есть ты можешь простоять 5-7 минут При том, что и с этой стороны, и с этой стороны будет красный свет Будут все стоять, и машины, и пешеходные Все стоят Знаете, да, вот эта вот непонятная погода То ветер, то жарко, непонятно То раздеваешься, то одеваешься, потеешь, потом мертвешь Субтитры сделал DimaTorzok Глиндейл быстро рос в начале 20 века Отчасти благодаря своему расположению недалеко от Лос-Анджелеса И благоприятному климату Город привлекал множество отраслей Включая сельское хозяйство, производство и развлечения В разное время Глиндейл был домом для крупных киностудий Таких как Walt Disney Studios и Warner Brothers Американо Эд Брэнд Одна из причин, по которой Глиндейл известен в Калифорнии И многие люди приезжают сюда только для того, чтобы посетить этот торговый центр В Американо Эд Брэнд вы найдете более 15 акров торговых точек В том числе 75 различных магазинов А также множество ресторанов и даже кинотеатр Вмещающий до 3000 зрителей Мне вообще кажется, что вот этот Американо Брэнд Единственная достопримечательность этого городка И все То есть все люди тусят там Остальные улицы либо просто пустуют Полно машин Либо спальный район И все Все остальные в Американе Брэнд А теперь об армянском населении Проживание армян в США восходит к американскому колониальному периоду Первый человек, иницифицированный как армянин Появился в новом свете Скорее всего в 1618-1619 годах Этот ранний армянский мигрант Которого называют Мартин Армянин Несколько раз вспоминается в имеющихся записях До 1624 года Миграция армян в Северную Америку Стала более заметной в 19 веке Студенты и священнослужители Мигрировали в Соединенные Штаты В основном в образовательных целях Вдобавок, небольшая часть бизнесменов Переехала в центры индустриализующихся городов Соединенных Штатов А к концу века Сельские армяне мигрировали в большем количестве, чем раньше Ко Второй мировой войне Около 80 тысяч армян Переселили в Соединенные Штаты В то время как большинство армянских иммигрантов Работали на производственных и промышленных предприятиях Некоторые привезли с собой таланты в сельском хозяйстве И виноградстве Хотя с конца 19 века Они жили в разных местах по всей Калифорнии Наиболее концентрированное и значительное поселение Возникло сначала во Фресно, Калифорния Вот, друзья, магазин Оливье Европейский маркет Продуктовый магазин Давайте зайдем, посмотрим, что там есть Мне запретили снимать в этом магазине Сказали, хозяин против Ну да ладно В общем, там ничего сверхъестественного Просто продукты, которые есть в России Ну и все Не знаю, вот насколько легально это показывает Имена и фамилии людей Но я хотел бы просто уточнить Насколько армянская популяция В разных сферах общей жизни этого города Очень развита Смотрите Позади меня это полицейский департамент Полицейский департамент города Глендейл И вот здесь специально обозначены Парковочные места Видимо, для офицеров Не знаю Может быть, для кого-то еще Но, скорее всего, для офицеров Ну, смотрите Вот первое Нубар Джония Да, армян Диана Саятян Армян Следующее Галина Гаспарян Армян Выделены синим цветом На белом фоне Видимо, на самом деле Они подлежат Полиции А так с виду не скажешь Что это полицейский участок Ни одной полицейской машины нету Я не видел До Глендейла Во второй половине 20 века Домом для наибольшей концентрации армян в Лос-Анджелесе Был Голливуд Эта община была первой Собравшей достаточное количество Армянского населения Чтобы напоминать Армянский анклав Классы общества широко распространены Рестораны, магазины, школы, церкви и так далее Но Давайте об этом поподробнее Да, мне кажется, армяне здесь переселились Потому что Все, что я вижу Это все тайское Все рестораны Либо мексиканские Какие-то франчайзерестораны Вот, в основном все тайское Ну, давайте искать армян Мне кажется Если бы это место назвали Маленький Таиланд Не прогадали бы Все абсолютно вокруг тайское Все рекламы Все рестораны Очень много азиатов Это уже далеко не Little Armenia Я сейчас хотел взять интервью У местного жителя Который приехал с Армении Десять лет назад Так вот С его слов Оказывается, что West Hollywood Это Little Armenia И Glendale Являлись И являются до сих пор Перевалочными пунктами То есть армяне приезжают сюда Живут какое-то время Там с родными С родственниками И прочее И потом уже Разъезжаются кто куда То есть как русские Приезжают сначала там В Маябин Либо В Бруклин, да Нью-Йорк Живут несколько лет И после какого-то времени Они уезжают По другим штатам Жить, работать Не важно Так же и с армянами То есть Голливуд И Glendale Не являются Конечными Точками Куда Они нацеленно Приезжают Жить И там строить Семью и карьеру Вот Да, друзья Мне бы хотелось, конечно Сравнить Глиндейл С каким-то другим городом США Но нам ничего не приходит Все-таки Глиндейл Это Глиндейл Не забывайте подписываться И увидимся Очень скоро Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok